Ваша светлость, большое спасибо, что прогнали Наполеона из Москвы. Читателей московских ведомостей интересует вопрос. То, что Москва загорелась в ваш день рождения, это случайное совпадение? Да, конечно, случайное. Мы сидели себе с генералами, тихонечко пили квасы, квасили. Обсуждали, обсуждали, регаокна... Регу сценировки. Ну, и, в общем, обсуждали, и вдруг вижу, город горит. Город загорелся весь сразу? Нет, нет. Сначала, знаешь, вижу вот так, пол забора горит, потом смотрю, пол стога, сена. А думаю, что-то странно как-то, потом мне так голову повернули, а смотрю, забор горит, стог горит. Да все горит вообще. Кошмар. Жаль, мне так очень жаль. Я думал, что пожар – это ваш гениальный план, который прославит вас в веках. А это, ну, случайно, случайно. Догадался все-таки, чертяка. Да, конечно, гениальный план, конечно. Я знал. Я верил. А многие глупцы утверждают, что пожар – это следствие празднования вашего дня рождения. То ты, ну, это заблуждение. Вообще в этот раз не праздновал, вообще. Погоди-ка, братец. Дай воды, 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 воды. Дай мне воды, а то... А то же пожар внутри. Все горит. Ваша светлость, многие очевидцы утверждают, что в лагере сильно пахло коньяком. Ну, да, я же приказал разлить коньяк и поджечь. А выкурить французов. А какую роль в вашем плане сыграла телега с кальянами? Ну, это не кальяны, во-первых, это трофеи. Трофеи с русско-турецкой войны. Да, чтобы поднять боевой дух армии былыми победами. Михаил Павел Иванович, извините, что не вовремя. А вам все понравилось? Да, братец, да. Тогда по денежке рассчитайтесь, пожалуйста. Ни золото, ни ассигнации в наличии. А! Ба, держи. Ба. Спасибо. Не могу поверить, что вы отдали боевую медаль. Да это за окончание школы. А-а-а. Михаил Илларионович, я буду отступать по разоренной старой смоленской дороге. Из-за этого почти потеряю все войско. Точно? Карточный долг, долг чести. Хорошо. Чуть не забыл. А-а-а. 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 Так. А-а-а. А вы это… Я сказал этому французику, что он не учел одного, что дубина народной войны обрушится со всей своей грозной и величественной силой и будет гвоздить француза. С тех пор, пока не погибнет шадошность. А-а-а. Красиво. Красиво. Жаль, что я не писатель. Ну, я расскажу кому-нибудь. Расскажи. Ага. Скажите, а для газеты такой портрет пойдет? Я не знаю. Мне нравится. Ой, а я повязку не с той стороны написал. Да мне как-то не принципиально. Вот и все. Похож. Это будет отличная статья. Вот. Кутузов в день рождения поднял боевой дух солдат кальяном, поджег коньяк и прогнал Наполеона из Москвы. А, ты знаешь, братец, хвостовство какое-то получается. Ну, напиши. Ну, Москва сама сгорела. Ой, случайно. Ой, потрясающая скромность Михаила Илларионовича. Егор, можешь и написать, что светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов, голенищев-тире, смоленские-тире, отличался невероятной скромностью. Ильян, будешь? Буду? У-у-у-у. Хех-хех. А-а-а! Ха-ха-брав! Субтитры создавал DimaTorzok